Поручение губернатор дал на приёме граждан после разговора с молодым предпринимателем Натальей Григоренко. Девушка занимается пошивом постельного белья и пожаловалась главе региона на то, что её выгнали с торговой точки на рынке в Усть-Слабинске. По мнению Натальи, произошло всё из-за того, что её продукция была качественней и дешевле, чем у тех, кто давно там работает. Директор рынка нас не поддержал и сказал, что на рынке нас больше не было в связи с тем, что мы создаём конфликтную ситуацию. Этот вопрос может быть не единичным. Мне больше это тревожит. Да. Что этот вопрос может быть не единичным. А если он не единичный, тогда на самом деле не работает опять наша система, где мы можем смело сказать, что есть возможность у наших производителей, неважно, малых, средних, то, что они произвели, продать. Продать в первую очередь здесь, на внутреннем нашем региональном рынке. Мы должны создать такую систему, чтобы у производителей был приоритет по отношению к перекупщикам. Нам такие хозяева не нужны, которые делают собственную экономику и плюют на экономику района и экономику края. Не нужны нам таких хозяева рынка. Значит, директор рынка вызывал, он пообещал, что 3-4 места заявительнице предложит. То есть, в принципе, все эти вопросы я с ним жёстко обговорил. С проблемой, которая тоже носит не единичный характер, губернатору пришёл Сергей Гузи из Крымского района. Многодетная семья получила землю под строительство дома, но, как часто бывает, участок выделили в труднодоступном месте. Нет дороги и добраться туда со стройматериалами почти невозможно. Нет подъездных путей к участку, где я строюсь. Почти весь материал, грубо говоря, насилие на руках. Вот вчера завезли мне лес, мне пришлось оставить за километр. Как только сейчас будет погодные условия позволять, мы планируем сразу же её ещё раз отгрейдировать. Делаем ямочный ремонт, и она у нас запланирована, эта дорога, в связи с тем, что развитие микрорайона, мы планируем во второй квартал текущего года ремонт в щебёночном исполнении. Здесь, как договоримся, дорогу в гравийном исполнении, это однозначно, когда погода позволит, вы делаете. А дальше, по мере уже освоения в целом всех участков, конечно, поддержите этот квартал. Многодетные, конечно, мало, что сегодня финансовая возможность семьи позволяет. Поэтому здесь мы должны максимально о них позаботиться и взять время, по крайней мере, бытового комфорта, отчасти на себя. Всего в этот раз на приёме граждан-губернатору обратились пять человек. В основном проблемы связаны с качеством услуг ЖКХ и безопасностью дорожного движения рядом со школами и детскими садами. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.